Итак, Сергей и ребята школы. Пока откладываем наше предприятие, потому что я вижу, что вам надо сейчас конкретно указать. И будем работать только с одним паттерном. Вернее, я вам сброшу код, я вам расскажу, и вы по этому принципу мне опишите полностью вот эту улицу. То есть, пока мы... Это я говорю в следующем видео, вы сделаете, да? То есть, напишите всю схему, все как положено. Не надо бояться делать ошибок. Вы, ребята, все огромные молодцы. Итак, но нам надо идти к конкретике. И что я жду от вас на выходе? Первое. Я жду одних и тех же вещей. Вы сейчас будете работать только с абстрактной фабрикой. Вот есть парень, там, понаходите, он тут объясняет. Ну, это не важно. Я там просто быстренько переделал, но у вас будет свое задание. Абстрактные фабрики можно найти, поэтому... Ладненько. Значит, со что я от вас жду? Сейчас, прежде чем в этом видео, мы с вами рассмотрим ошибки, которые я бы хотел, чтобы они убрались прямо сейчас. Да, мы сейчас прочитаем. А в следующем видео поговорим о коде. И в группу я сброшу код. И этот код надо будет по этому принципу описать улицу. Итак... Итак, смотрите. Сергей, чем больше пишешь, Сереж, тем быстрее мы исправим все ошибки. Давайте сейчас кое-что уберем. То, что я вам покажу, что вы на самом деле больше знаете. Но все нормально идет. Все идет нормально. И так. Что я вроде бы понял. С помощью абстрактного класса и абстрактного места создаются интерфейсы. Это неправильное утверждение. Мы в следующем видео перейдем в коду. Коду. Только теперь, вот, я вижу, что вы созрели к коду. Потому что два месяца назад... Ну что, у вас, когда я сказал вам, посмотрите паттерны, я сто процентов знал, что вы посмотрите, как радио послушаете. Потому что надо было... Вот предыдущее видео, мне главное не поперепутывать. Давайте-ка я сейчас их запишу себе по порядку. В предыдущем видео я вам сказал, что вы сделали правильно. Вы два месяца копались. Что вы делали? Вот что вы делали. Сайт изменится. И, возможно, сейчас он изменен. Но старые записи все равно я оставлю. Потому что... Что вы делали? Сейчас посмотрим. Я просто покажу. Там это, не там. Много статей. Их надо тоже включить. Эти статьи. Почитаете. Каждое видео ведет на какую-то статью. Сейчас, секунду. Так, первое. Нет интерфейсов в Python. Никогда не было. Мы с вами даже это проверяли. Да, вот простыми вещами. Ключевые слова. Ой, не то немножко сделал. Ключевые слова. Слова интерфейс здесь нет. Правильно? Здесь есть слово класс. Хотя в Котле у меня показывал, что это есть. Да, это 322 статья по интерфейсу. Да, на странице. 37. Вот тут все статьи. Я вобью в описание. Во все описания. Вобью это. Вбил уже, да. То есть, что я хочу сейчас сказать. Интерфейс нам надо создать. Потому что, как мы с вами смотрели. интерфейс программирования. Да, само понятие, как интерфейс. Поведенческое множество есть. И мы с вами более подробно познакомимся сегодня в коде. Да, уже в следующем видео. Я просто сейчас хочу заострить внимание на ваших ошибках и на других ребят, чтобы задумались. Так, Нью-Йорк нам не надо, будем Витязько описывать. То есть, здесь вы получите ответ уже в следующих видео. То есть, при помощи абстрактного создаются интерфейсы. Не только. Не только. Есть абстрактный метод, есть интерфейс. Ну, разберетесь в коде. Хорошо. Вот это я хочу, чтобы вы разобрались. То есть, вы же что делали? Искали. Потом вы старались прочитать, что такое интерфейс. Но, в конце концов, все равно пока путаница есть. Немножко потерпите. Я вас прошу вот в этом фрагменте разобраться. Абстрактный класс и интерфейс. И, по сути дела, я здесь специально допустил ошибку. То есть, создавая, я назвал Beard интерфейс. То есть, я описываю на примере птиц. Мы чуть позже это рассмотрим. А вы будете на примере улицы. Но это не интерфейс. Почему? Потому что здесь есть конкретный метод. То есть, это уже абстрактный класс. Если бы здесь были все абстрактные методы, то это был бы интерфейс. И, по сути дела, это мы в следующем видео посмотрим, что здесь создано несколько видов абстракции. Структура, фабричный абстрактный класс, субклассы, также абстрактные. И только потом уже мы создаем интерфейс. В общем, здесь куча видов абстракции. Только, Сереж, но как к этому подойти, если в голове нет понимания, что такое интерфейс, а что такое абстрактный класс? Где вы будете использовать миксинг, где декоратор? Вот когда вы покопались, у вас возникла куча вопросов, вот теперь вам помогут как раз-таки и паттерны, и все прочее. Ладно, опустим. С помощью миксинга можно создавать расширяемый набор инструментов для интерфейсов, а именно любых типов, любые методы, которые будут формировать поведение интерфейса. Вот тут уже неправильно. Сергей, у вас есть под руками книга? Сейчас, пожалуйста, остановите видео и возьмите в руки книгу, любую с полки, любую. Так, я надеюсь, вы взяли книгу, ребята, а теперь откройте оглавление. Вот оглавление, перед вами сейчас интерфейс. Проблема в том, что вы не хотите пока это видеть в жизни, не знаете как. Вот это перед вами интерфейс. Скажите, пожалуйста, что делает, вот вы взяли заглавие. Он просто показывает, о чем книга. Никакие методы мы не можем применить к оглавлению. Будем исправлять. То есть, понимаете, вот здесь опять путаница. Запутались в чем? Во-первых, с миксинами путаница у вас пока есть. По одной простой причине. Миксинг программирования. Примещь. Нас здесь интересует всего одна фраза. Реализует какое-либо четко выделенное поведение и использует для уточнения поведения других классов. Все. Больше можно ничего не читать. Вот это миксинг. У вас, когда мы с вами переписывались, вас нормально, вас бросало справа налево, то это в интернете можно прочитать, как... Я же вам специально подбросил код. И смотрю, вы ухватились. А там парень писал, что ай да, давай логику забивать в миксинг. Ну, ничего. Вполне нормальный подход. Давайте в москвиче вместо теплицы посадим помидоры. В квартире сделаем, ну, допустим, там совсем иное, для чего предназначить, изначально это нормально, но вы поняли, что опять неправильно. Все неправильно. Но это нормально. Вот именно это и есть работа. С миксингом подсказывать ничего не буду. Будете разбираться дальше сами, и от вас буду ждать. Я хочу, чтобы вы очень четко прочитали вот этого всего лишь фразу пока и подумали. Логику сюда можно вбивать миксинг? Вот простой пример. Мороженое. Мороженое. Мороженое, оно всегда мороженое. Но мороженое может быть со сливками, с какао, с клубникой. Вот это все, клубника, сливки, это и есть примеси, да? Это и есть примеси, которые, в принципе, меняют вкус мороженого. Но само мороженое остается. Я от вас пока не услышал главное. Вот я буду реализовать миксинг. Следующим образом. У меня есть класс, и дальше я куда-то цепляю миксинг. Думайте пока, подсказывать не буду. Это очень важный вопрос. Следующее. Создав интерфейс с определенным поведением, реализовать его можно по-разному, кому как нравится. Благодаря множеству наследований, вот это самая грубейшая ошибка сейчас. Да, я вас понял. Но мысль архи неправильная. Создав интерфейс с поведением. У интерфейсов то и дело, что нет никакого поведения. Это мы потом посмотрим вот здесь. Вот давайте я открою код. Тип интерфейс. Есть один абстрактный метод в данном случае. Все. Какое поведение, если этот метод вообще ничего не делает? Но ведь он что-то должен делать. Какое поведение у интерфейса? Смысл интерфейса, что у него нет никакого поведения. На то он интерфейс. Сергей, не надо расстраиваться. Я же сказал, есть возможность разобраться с этим. Это все очень просто. Но оно настолько простое, настолько на поверхность, что это очень иногда трудно понять. А вы спросите, а зачем вот я вот это досконально требую? А посмотрите. Хорошо. Сейчас мы разбираемся простые вещи, да? Ну, которые... Абстрактные классы, да? Классы интерфейсы. Ну и далее, и далее. Абстрактные миксины. Хорошо. Пока это очень все просто. Вот это интерфейс. Вот это у нас там конкретный какой-то класс уже. Это у нас... Фейс. Это у нас просто класс. А потом у нас пойдут такие вещи, как агрегация, такие вещи, как другие виды абстракции, другие виды абстракции. Если мы не понимаем вот этих вещей, где мы будем использовать интерфейс, не переживайте, все встанет на места. Пока мы разбираем, просто я говорю, что все неправильно. Это и есть нормально. Нормально. Расстраиваться не надо. То, если вот это не поставлено, то к чему мы это будем цеплять? Тогда у нас получится примерно, что мы в Москвиче посеяли помидоры и там же чай завариваем. И жить там будем в багажнике. Не, не пойдет. Вы огромный молодец. Итак, создал интерфейс с определенным поведением. Вот эту строчку обдумать. Нет никакого поведения у интерфейса. Иначе это тогда уже не интерфейс, а обычный абстрактный класс. Я же вам рассказывал. И это не раз рассказывал. Так, ну с декораторами вы преуспели. Здесь я понял. Здесь у вас вы на коне. Меняем поведение. Изменить любую логику, изменить поведение. Здесь вы молодец. Уже многое успели. Теперь дальше смотрим правильные ваши рассуждения. Я так понял, в разработке ПО программисты придерживаются определенных правил. Пишутся интерфейсы, миксины, декораторы. По сути дела, Сергей, реализация остается за разобой. Таким образом, сам смысл кода мы, создатели, пишем по-другому. Я имею уровень, когда, какой у меня сейчас, он уже поменялся. Я вижу, Сергей. Сергей, мы смотрим то, что вы, как вы рисовали схемы, да, у вас же они менялись. Это и главное. Мы смотрим, то вы одни схемы рисуете, то у вас потом меняется, то есть, понимаете, вот это все, да, ну, правильно, я смотрел, я же понимаю, куда мне вас вести, да, и, ребят, я смотрю, и у меня слезы льются из глаз, боже мой, боже мой, но, ведь я же не говорил, вот, Сергей, вы там дурак, или вы там непростое дело, я знаю, надо привести, потихонечку идем, потихонечку начинает одно, второе меняться, но, ведь если это так просто, вот я ребятам, которые взяли это видео, то почему описаны профессиональные интерфейсы, описано то, почему никто их не понимает, а потому, что я сказал, пока в голове не будет вот этой вот каши, это Сергей два месяца ковырялся, сначала пытался найти интерфейс, как объект, потому что, что, открываем гуглу, да, и там написано, все пишут с такой уверенностью, чем интерфейс отличается от абстрактного класса, ну, и, конечно, мысль закрадывается, значит, в Python то есть интерфейс, ну, пришлось открыть глаза, да, что в Python то интерфейса никогда не было и быть не может, но само понятие интерфейса не присуще ни одному языку программирования есть, и тогда коснулись того, что начали, вот чем вам придется дальше в коде заниматься, да, у вас до этого было все правильно и все просто, потому что вы работали с классом, со списком, то есть вы работали с объектом, когда мы начинаем изучать разработку, нам надо изменить угол зрения, то есть раньше для нас было все просто, вот это список список айда над ним издеваться, добавили что-то, удалили, перевернули, провели что-то там, неважно, но нам все вполне понятно, мы видим, как все это изменяется, это все было, ребят, у нас же есть для новых, и для начинающих, то есть для начинающих, и вы постоянно заострены на самом объекте, сейчас вот, вот, что нам надо сделать, вот наш угол зрения стал, мы должны отойти в сторону, если раньше мы были вот здесь и работали с самим объектом, то теперь мы изучаем не язык, мы изучаем разработку, Сереж, сразу вас успокою, не переживайте, как только мы разберемся с этими всеми проклятными интерфейсами, абстрактными классами, миксенами, что они должны делать, разберемся, не переживайте, сто процентов, вот, то, как только вы вот напишите первый код, да, то потом унутрях, унутрях вы опять окунетесь у свое вот это вот, в свой вот этот мир, опять будете создавать там, что-то передвигать при помощи списка, то есть все вам будет знакомо, а сейчас мы говорим немножко о другой вещи, о этой долбанной утке, о этом долбанном методе утки, то есть, смотрите, простую вещь, но которую всегда сложно понять на первых этапах, вот это у нас сто, ну, круг, а вот это у нас утки, вот сейчас представьте, вот здесь ничего нет, нет ни этих, ни списков, вот есть вы, а вот здесь пустое пространство, и у вас есть задача, а ваша задача, вам приходит человек и говорит, а вы можете написать программу, чтоб я всех уток, ну, мог внести в каталог всех уток мира, утка, у вас пустое, и вы начинаете орудовать в голове понятиями, тогда вот создавать некий интерфейс сначала, вы начинаете соображать, что интерфейс никак не будет похож на утку, он ни на что не будет похож, потом вы идете дальше, и доходите до того, что у вас начинают появляться методы, то есть вы думаете, ну, если оно похоже на утку, то, наверное, это будет утка, не переживайте, сейчас мы придем уже к пониманию перед кодек, к пониманию интерфейсов, наверное, чтоб нам описать утку, нам надо описать методы, что звука, то есть она, то есть вида, оно должно быть выглядеть как утка, да, ведь все программы это узнаваемые вещи, оно должно крякать как утка, оно должно плавать как утка, и оно должно летать как утка, значит, это, скорее всего, утка. Я знаю, что сейчас не совсем понятно, но сейчас мы это дело поправим. Абсолютно верно вы здесь угадали, вот как разработчик вы должны определить, а что я буду применять, абстрактный класс или интерфейс, а почему я буду применять интерфейс, а где я буду применять, почему миксен, а где и почему я буду применять декоратор, а может есть какой-то уже готовый шаблон, а их хватает, их хватает, только не надо за все цепляться, мы рассмотрим, допустим, фабрику, да, используется и в джанго, и в питон, и по сути дела везде, да, используется, то есть и тогда по крайней мере что-то начнет становиться, да, в одном вы правы, я у вас поэтому спрашиваю, сейчас есть или нету, а я вижу, что нету, вот город, вот вы будете сейчас в программе потом описывать этот город, вот эта площадь свободы вы должны будете описать при помощи программного комплекса, банки, дома, церкви, стоянку, и все это в одном приложении, а без интерфейса вы это не опишите, а мы с вами пишем предприятие, вы потом поймете, что тоже не опишите, так вот, вот здесь вы будете учиться на практике применять интерфейс и абстрактный класс, я вам расскажу в коде чуть дальше, да, но вопрос, я у вас спрашиваю, вот сейчас вы можете смотря на эту картинку сказать, где вы будете писать интерфейс, где нет, пока думаю нет, не совсем получается, но это ничего, но мысль это правильная, но также я понял, что нет никаких правил по написанию реализации логии, то есть в миксингах то ли декораторах по реализацию нет ничего обязательного, даже паттерны являются необязательными, многие люди живут без паттернов и они им сто лет не надо, но почему бы не учитывать опыт людей, есть требования не к логике, а к самому я от вас пытаюсь добиться и добьюсь, что такое миксинг, для чего я его буду применять, что такое интерфейс, для чего я его буду применять, что такое абстрактный класс, где и для чего я буду применять, ваше задание будет сейчас именно описать улицу города, но чуть позже, я напоминаю, я создал интерфейс в классе центр, создал миксинг для него, потом реализовал все, что мне нужно в двух классах, не, вы сейчас опять все свалили до кучи, интерфейс вообще ничего не знает, смотрите, сейчас потом вы в этом разберетесь, выполнить, запустить консоли, вот вывод, я приложение, меня запустил креат субкласс один, клиент, я не знаю класс создателя, но он все еще работает, наш интерфейс бирт интерфейс, но тот же код работал с классом контент субкласс дук один, то есть, грубо говоря, конкретное субкласс субклассом утки, видите, как все напутано, то есть, так как я изначально понимаю, для чего мне интерфейс, я могу написать этот код, который выстраивается в очень понятную для меня логику, но именно в этом ключ, понимать в коде, что такое интерфейс, это телега, сначала надо понимать вообще, но постараемся и оттуда, и оттуда помогать вам. Я создал интерфейс в классе центр и создал миксинг для него. Нельзя так сделать. По одной простой причине вы дальше поймете, что у интерфейса нет никаких, для него не нужны миксины. У интерфейса другие задачи, поэтому все это пересматривать надо. Больше пишите, лучше. Теперь, что я не понял. То есть, грубо говоря, вот тут вы ничего не поняли. сейчас это здорово, не надо расстраиваться, по крайней мере, у нас есть каша, а с кашей начнем, у вас появилась куча вопросов. Я еще раз говорю, Сергей, вспомните два месяца назад, у вас вообще вопросов не было, а сейчас вам хочется, конечно, интерфейсом назвать абстрактный класс, в миксинг засунет логику, но это нормально, но по крайней мере, вы что-то стараетесь делать. теперь, что я не понял, я не вижу смысла в абстрактных классах, но вам придется это увидеть, когда вы будете выполнять задание, в любом случае, вы это увидите. Для создания интерфейсов, да, это правильно, но это только одна грань, я не понял, из ваших слов все это будет в этом задании, так что все разберетесь. Ну, вот это было бы ошибка, это правда. Так, ладно, в конце концов, Сереж, делаем пока вывод, но нет четкого понятия пока в простых вещах, для чего применяется интерфейс, для чего применяется абстрактный класс, для чего применяется миксинг, что в нем описывается, и для чего применяется декоратор, мы разобрались. Ребят, ведь вы можете сказать, ну, а что ж мне объяснить, так объяснял уже сто раз, а понять-то это не так просто, поверьте мне, а я говорил одну мысль, но не договорил, там по-моему телефон звонил, ведь в интернете куча людей объясняет, чем отличается абстрактный класс от интерфейса, но никто ж не пишет, что самого-то интерфейса нет, а нам его надо создать, поэтому сейчас заканчивая это видео, я хочу всего лишь, чтобы вы сосредоточились на главном, вот мы, и у нас здесь ничего нет, нам надо сгруппировать таким образом интерфейсы, абстрактные классы, миксины и декораторы с методами, чтобы это, допустим, стало похоже на утку, если на выходе это похоже на утку, клякает как утка, летает как утка, то значит, это и есть утка, если в каждом пункте программы это ведет себя как интерфейс, интерфейс, то это и есть интерфейс, нам его надо написать, я какой только чуши не слышал, потому что такой интерфейс, но я вас постоянно мучаю, и чем больше мучаю, тем больше вопросов, ну хорошо, теперь мы перейдем к коду, да, уже в следующем, и рассмотрим код, я расскажу только общий смысл, дальше будете разбираться сами, а задача будет, как я сказал, описать город, но следуя вот этому принципу, но перед этим, я бы хотел в следующем видео, видите, сколько я вас напутал, в следующем видео давайте все-таки посмотрим, сначала теоретически, что такое интерфейс, а потом уже перейдем к коду, это будет правильно, правильно,